Чемпион WBA в легчайшем весе Артём Далакян пройдёт бой против обязательного претендента Сиаго Акуи, сообщает портал Box.rack. Бой запланирован на 15 ноября в Японии. 8 сентября должны были пройти промоутерские торги, однако команды боксеров сообщили, что достигли согласия по пройдению боя. Всем привет, вы на канале Воин и вы смотрите главные новости бокса последних дней. Погнали! Временный чемпион WBA в первом среднем весе TeamSU считает, что его бой против Райана Мендоса, который состоится 15 октября, должен проходить в другом статусе. Мы два питболя нашего дивизиона, мы одержали две большие победы и находимся на подъёме. Спада нет, по сути мы наёмные убийцы. Мендос имеет власть, но я могу ошеломить своего соперника. Я не отношусь к этому противостоянию легкомысленно. Я одержимый человек своей работой, поэтому уничтожу их всех, одного за другим. Если мы говорим по правилам, то наш с Мендосой бой должен быть объединяющим, а не поединок временных чемпионов. Но что есть, то есть. Мы будем сражаться за титул WBO. Топ проспект первого среднего веса Ксандер Зайс победил Роберто Валенсуэлу. Зайс дважды уронил оппонента в стартом раунде. Валенсуэлу попытался навязать Зайсу Драко, но тот хорошо отрабатывал на ногах. Рефери и доктор проверили Валенсуэлу. У мексиканца всё лицо в крови. В пятом раунде рефери остановил бой. Джемейн Ортис победил Антонио Мурана. Мурана занял центр ринга, пытался диктовать темп и дистанцию. Ортис хорошо перехватывал, здорово контрил левым хуком. Мурана хорошо потряс Ортиса во втором раунде левым боковым. В концовке четвертого раунда Мурана в размене пропустил правый хук. Ноги подкосились, но не упал. В восьмой трехминутке Джемейн попал по Мурану левым прямым. Потряс, но не добил. В решающем раунде Ортис довел бой до уверенной победы единогласным решением судей. Рамон Карденес победил Рафаэля Педросу. Карденес дважды уронил Рафаэля во втором раунде. После второго падения тот не смог продолжить бой. Брайан Вилори, наставник Женебека Алимханулэ, рассказал о главных особенностях своего подопечного. Он обладает своим стилем. У него нет типичного европейского стиля. У него мощные руки. Он хорошо двигается. Не скажу, что он напоминает Хаглера или Хернса. У него особенный стиль. Казахский стиль. Он умеет переходить из одного стиля в другой и не является односторонним бойцом. И он бьет очень сильно. Напомню, свой следующий бой Алимханулэ пройдет 14 октября против Финченса Гуальтери, который является чемпионом в среднем весе по версии IBF. Джервонте Дэвис высказался в возможном бою с Дэвином Хэйни. Вы все правильно понимаете. Единственный человек, который может меня победить, это Джервонте Дэвис. Другие парни не способны тронуть меня. Все они были в ринге со мной. Я победил их. С Дэвином Хэйни нет варианта, что наш поединок будет 50 на 50. Как он собирается удерживать меня подальше от себя, когда у него нет силы для этого. Я спарринговал с ним дважды. Первый раз, когда его отец привел его ко мне, я его чуть не нокаутировал. Это было в зале Флойда. Он и рассказал вам об этом. Энтони Джошуа вернется на ринг в декабре в Лондоне. Сейчас входит информация, что соперником Джошуа станет Даниэль Дюбуа. Джошуа провел в этом году два боя, закрыв два поражения Тусика победами над Джермейном Франклином и Робертом Хелениусом. Дюбуа в последний раз выходил на ринг в августе, уступив досрочно Усику, но сделав огромный резонанс в пятом раунде боя. Фрэнк Уоррен, промоутер Даниэль Дюбуа верит, что WBA удовлетворит их апелляцию на результат боя против Александра Усика. Я ничего не слышал о WBA. Как правило, рассмотрение апелляции занимает какое-то время. Они должны провести этот процесс. Но я не думаю, что это будет длиться слишком долго. Мы вообще не задумываемся о том, что будет, если апелляцию отклонят. Я уверен, что это не был удар ниже пояса и что рефери должным образом не проинструктировал бойцов. Усик хотел продолжить бой, говорил, что он готов драться, но рефери дал ему еще полторы минуты. Он ошибся. Александр Усик заявил о готовности боксировать. Геннадий Головкин был замечен в одном из учебных заведений Алматы. Он посетил школу имени Шоканова-Алеханова. Фотографии со встречи опубликовали ученики и преподаватели учебного заведения. Субтитры сделал DimaTorzok Что вы думаете обо всем этом? Пишите в комментариях. Буду рад вашим лайкам. И не забывайте подписываться на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся в следующих выпусках. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok